Для чего нужны практики, онлайн-практики? Мне часто люди, которые читали мои книги уже в течение 15-20 лет, неожиданно признавались. Я только сейчас начал понимать реально то, что вы пишете в книгах. Это был феномен, который я сначала не понимал. Понимание пришло позже. На уровне сознания, когда мы говорим «я простил», это означает, что я не буду мстить, не буду наказывать. То есть вопрос решённый, достаточно одной фразы. А вот на уровне подсознания, когда я говорю «я простил», это ничего не значит. Я должен измениться. Измениться должны мои чувства. А за один раз они не меняются. Чтобы чему-то научиться, человек должен десятки и сотни раз повторять какое-то задание. Чтобы научиться правильно пройти ситуацию, нужно пройти её десятки раз, взглянуть на ситуацию с разных позиций. И вот тогда сформируется образ, который вытеснит старое отношение. Поэтому ошибка многих в том, что они уверены – покаялся, простил, и твоя душа очистилась. Для того, чтобы привести себя в порядок, чтобы застарелые обиды, осуждения, уныние, чтобы всё это ушло из души, нужно не просто вспомнить и отпустить ситуацию. Нужно сделать это десятки раз в соответствующем состоянии и настроении, отрешившись от всего. Нужно подойти к проблеме с разных сторон. Образ формируется после нескольких десятков повторений. Поэтому практики направлены на то, чтобы глубже, реальнее очистить нашу душу от застарелых обид, осуждений, переживаний, сожалений и уныния. Нужно не только простить и снять обиды. Нужно измениться и стать такими, чтобы уже внутри этих обид не было. Нужно уменьшить зависимость от жизни, от инстинктов, от желаний. Пока есть зависимость, будут обиды. Поэтому практики имеют целью не только приведение души в порядок, но выстраивание наших чувств и наше восприятие таким образом, чтобы мы любую ситуацию воспринимали с любовью, с добродушием, воспринимали любую проблему как возможность развиваться, а не унывать или ненавидеть кого-то. Как гончар лепит из глины сосуд, повторяя цикл вращений, так же и мы вылепляем наши чувства. И это потом определит, будем ли мы здоровы или будем больны. Американские ученые установили, что главный фактор долголетия – это даже не питание, не деньги, не статус в обществе. Главный условие долголетия – это гармоничное общение с другими людьми. Для того, чтобы гармонично общаться, мы должны сначала снять привычные агрессивные рефлексы, а потом сформировать новые, правильные рефлексы. Рефлекс – это образ реагирования на окружающий мир. Чтобы рефлекс сформировался, нужны десятки и сотни повторений. И когда мы формируем правильное чувство, то мы уже не думая, правильно реагируем на окружающий мир, на любую проблему. И тогда вместо обид, осуждений, боли и болезней, к нам приходит любовь, гармония, радость и здоровье. Продолжение следует...